Звезды, премьеры, триумфы, скандалы. Самые интересные истории от самого известного кинокритика страны Андрея Алферова. Из-за кулис 72-го Каннского кинофестиваля. В проекте «Мы в Каннах-72». Эксклюзивно на tvi.ua Итак, буквально через 10 минут, я думаю, состоится торжественная церемония вручения золотой пальмовой ветви к конскольку фестиваля за вкладки на искусство актеру Алену Долуану. Абсолютная овация. Люди встречали немолодого бога. Он до сих пор остается невероятным красавцем, несмотря на свой возраст 83. Он по-прежнему актуален для всех, например, плейбоев, которые по Делону могут научиться правильно носить костюмы, флиртовать с женщинами, демонстрировать презрительную сдержанность на людях и при этом какую-то такую очень мужскую силу. Жан-Франсуа Капель сказал, что везения не существует. Я с этим не согласна. Тебе много раз везло. Во-первых, тебе повезло с твоей мордашкой. Второе, твое везение – это твой талант. Еще тебе повезло сниматься с великими актерами. Но я думаю, что больше всех повезло киноиндустрие, потому что ты был у них. Ален Делон сыграл в лучших фильмах своей эпохи. 60-е и 70-е – это абсолютно его время. Если вы меня спросите, что посмотреть, ну как влюбиться в Ален Делона, если до сих пор этого с вами не случилось, посмотрите. Это «На ярком солнце» – экранизация романа Патрисии Хайф-Смит «Талантливый мистер Рипли», где, собственно, молодой Делон в 60-м году играет мистера Рипли. Она же знает, что я люблю мою маленькую мальчу, и никогда ее не брошу, чтобы следовать за плохим господином, которого прислал за мной папа. Папа? Папа, ты часто говорил, что ты гордишься своей карьерой, и это понятно. Но сегодня я горжусь тобой. Горжусь актером и больше всего тобой, как человеком. И с этой огромной гордостью мы вручаем тебе пальму Глубель. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На него равняются, и на него будут равняться. Я сразу вспоминаю одну скандальную историю. Когда в середине 60-х годов Делона судили по подозрению в убийстве его телохранителя Марковича, ну, есть легенда, что Натали Делон, бывшая жена актера, решила насолить мужу и изменить с его собственным телохранителем. Из-за этого якобы Делон заказал его своим друзьям из мафиозных кругов. Начались долгие судебные разбирательства, искали доказательства. Вот на одно же заседание пришел генерал Деголь. И судья, поднявшись, сказал, господин президент, может, вы хотите что-то добавить? И Деголь встал, так все обомлели, он говорит. Я просто хотел сказать, что Олен Делон у Франции один. Я не помню такого момента в жизни, чтобы я столько плакал. Я хотел бы попросить у вас прощения. Но сегодняшний вечер для меня не только конец моей карьеры, но и конец моей жизни. Делон, надо сказать, очень сильно сдал за последние несколько лет. Я видел его своими собственными глазами в 2010 году, когда здесь показывали фильм «Леопард Лукена Висконти» реставрированную версию. Ну, было пол Голливуда, понятное дело. И приехал Олен Делон вместе с Клаудио Кардинали, двое из тех. Ну, дожил до наших дней съемочной группы, создателя этого великого фильма. Так получилось, что я сидел буквально на расстоянии двух вытянутых рук от Олены Делона. Делон тогда весь сеанс плакал. Я помню, что стрелял какие-то носовые платки у Клаудио Кардинали и что-то ей шептал. Год спустя после тех событий, в 2011 году, мне посчастливилось встретиться с Клаудио Кардинали. И я ее спросил, о чем ей Делон тогда говорил. Она говорит, представляете, он мне говорил весь сеанс. Клаудио, смотри, смотри, они все ушли, они все умерли, остались только мы с тобой вдвоем. Страшно сентиментально Олен Делон. Он плакал каждый раз, когда показывали фрагменты фильмов с его участием. Делон сказал, мне больно на себя смотреть такого красивого. Мне больно осознавать, что я больше не такой, как вот здесь вот на экране. И, конечно, на него давило это изображение постера образца 60-го года. По сути дела, его дебют, его коронация на роль вот этой иконы французского, тогда европейского, даже и шире, даже американского кино. Не сиди на в его волосах, а блеск. Цезарь бессмертен. Надолго. До новых встреч. Смотрите нас на TVI, в YouTube, в Facebook. Ставьте лайки и подписывайтесь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!